Привет, я Даша. Здравствуйте, Элия. Это видео союзно прочитано в ноябре 2015. Совпали мы в двух книгах, но рассказать будем мы в одной, потому что вторая — это часть эпилогии целой, и вот когда я её всю одолею, мама уже одолела, тогда и снимем. Это единственная книга, о которой сегодня пойдёт речь, это «Шкатулка дедушки Елисея». Автор Лев Штудин, или Штудин, мне кажется. Ну, не знаю. Это книжка моего детства, я её в детстве очень любила, решила её прочитать, маме заодно подкинула. Это такая вот... Она очень хорошо влияет в плане любви к классической музыке. Вообще-то. Очень многие произведения называются. Подоплёка очень интересная. Значит, жил-был один мужчина. И он очень любил музыку и сконструировал дом так, что каждая... Половица, каждая дверь... Каждая часть дома издавала звук какой-то. И он... Ну, все знают, кто такой Орфей. И он ещё хотел найти вот инструмент музыкальный Орфея. Ну, соответственно, раз у нас есть положительный герой, там есть антипод. Там есть злой персонаж. Он тоже искал этот инструмент с тем, чтобы... Он же не только радость людям может приносить, но и бедствие. С тем, чтобы делать ата-та-па-опье. Он его искал. Ну и, разумеется, светлые силы там тоже присутствуют. Ведей, великих классиков музыкальных, которые уже почти давно. Боззи, Моцарт, Бахш, Шуберт. Ну, Битхорн, Шуберт. Там тоже тусил, по-моему, да? Да. Главный герой мальчик, его старшая сестра и кот. Кот там вообще уникальный. О, Домодей. Да, и мне кажется, немножко перекликается вторая часть Мастера Маганиты Булгакова. С этой книгой есть какие-то общие, схожие моменты. Особенно по поводу кота, да? Тут там по рисованию ведётся как бы каждая глава от разных персонажей. То есть от имени Вовки, от имени его сестры Маши и от Амадея, конечно, которая сокрушается о глупости человеческой. Да, мало не думают, что они разумны, но на самом деле мы так же знаем. Вообще они такое. И, конечно, это самое главное, что речь идет о музыке, музыкальных инструментах, композиторах, которые звучат, они как в виде типа призраков появляются в этой комнате, где собраны со всего света музыканты инструменты разного рода. Да, дедушка был просто фанатичен, он собирал, он сам всё это мастерил, строил, то есть талантливейший был. Человек, к сожалению, Вовка-то его не помнит, потому что их родовая дедушка не поддерживает. Ну, как чудаки, они вот так, как бы в одиночестве. Да, они даже не знали о том, что у них есть такой... Да, и вот только спустя много лет они узнали об этом наследстве, об этом доме, и вокруг этого дома, вокруг этой музыкальной комнаты, шкатулки, как будем говорить, всё это и завязывается. Ну, и, конечно, о музыке очень много и очень так доходчиво для детского формировочности, будем так говорить, ума, да. Она вот несколько перекликается ещё с Макаревичевским тоже произведением, его книгой, и там тоже звучит... Там тавца? Да, я не заметила. Нет, я имею в виду, что название одно, и вначале было слово. То есть, вот здесь тоже красное нинчо, вначале было слово, но сначала был ритм. Слово, звук. И вот все эти звуки, то есть, гармоничны они, негармоничны, как они влияют, как они перекликаются, потому что у нас всё это же вибрации, колебания, очень интересные. Эта звука у меня почему-то ассоциируется тоже... Любовь, это мальчик. Да, герой этот, любопытствующий, который... Он у меня почему-то вот перекликается, ассоциируется с героями этого, нашего любименького-то, господи, мальчишки, журавлик, Крапивин. Крапивин. Крапивин, да. Вот такой же добрый, такой же вот какой-то вот прямо вот увлекающийся... У крапивинских мальчиков есть глубина, какие-то философские посылы, какое-то размышление вселенное. А Вовка, он прям такой озорник, искал этот музыкальный инструмент, ну, не ради того, чтобы там в мире всё было прекрасно, а взрослого ради. Ему это было интересно. Это было приключение. Вначале да, но потом-то он всё-таки... Да, непотал. Так, кстати, прокладно отнялся к таковой музыке, хотя его сестра преподавала и училась в консерватории и так далее. И он постоянно слушал музыку, она музыцировала на рояле и ещё на чём-то. А для него это было как бы... Нет. И вот только въезд, когда он в эту музыкальную шкатулку дедушки Елисея, когда он познакомился с героями... Да, рассказывал. Да. Вот тогда он как бы и осознал, до него вот дошло, и вот, естественно, потом он стал заниматься уже на многих инструментах. То есть она в него вошла. Ну, интересная, конечно, очень такая. Небольшая, наш северяк, писатель-то. Да. Чем мы горды. Поэтому я с удовольствием, несмотря, извините, не в ладенческий возраст, с удовольствием прочитала. Ну, это все. Как-то грудка у нас. Пока. Сегодня.